Здравствуйте, православные! 13 января. Снова вы, снова я и на площадке Русской Конописной Школы мы продолжаем размышлять над святцами Русской Православной Церкви. И сегодня происходит отдание праздника Рождества Христова, и Церковь вспоминает память преподобной Милании Римлянины, помнится о ней, мы говорили в прошлом цикле, святителя Петра Могилы, митрополита Киевского, святителя Досифея, митрополита Загребского, исповедника, преподобного Паисия Святогорца, прославленного в 2015 году, священномученика Михаила Пресвитера в 1937 году, пострадавшего, и мученика Петра, погибшего в 1938 году. Ну, а поскольку мы с вами поговорили о Милании Римлянине, и о Паисии Святогорце вам расскажут многие ресурсы, на которые вы подписаны, кроме Русской Конописной Школы, и давайте сегодня просто почитаем, вот, писание этого старца, тем более, что издан он добротно, издан он хорошо, и вот, значит, слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца, том 4, семейная жизнь. Вот, давайте предоставим святому старцу дать нам тему для размышлений на сегодняшний день. «Однажды ко мне пришел человек и стал жаловаться, что он очень расстроен из-за постоянных разногласий с женой. Однако я понял, что между ними и его супругой не было чего-либо действительно серьезного. У этого человека есть свои «сучки» и «шишки» в кавычках, у его жены свои, и поэтому они не могут приладиться друг к другу. И того, и другого надо немножко построгать. «Построгать. Возьми две неструганные доски, у одной сучок в одном месте, у другой в другом. И если ты хочешь соединить их, как есть, неструганными, то между ними останется щир. Однако, если ты чуть построгаешь первую доску в одном месте, а вторую в другом, то они тут же прилягут одна к другой. Только строгать нужно одним и тем же рубанком». И тут есть примечание, что, вот, говоря об этом, старец имел в виду то, что в идеале муж и жена должны ходить к одному священнику, который, собственно, и выступает тем рубанком, который их состругивает, не рассказывая при этом о тайне исповеди жены мужу, а мужа жене. «Я не нахожу общего языка со своей женой», – жалуются мне некоторые мужья. «Мы совершенно разные по характеру. Она человек совершенно другого склада. Как же Бог допускает такие несуразицы? Неужели он не мог устроить все таким образом, чтобы у супругов были одинаковые характеры, так, чтобы они могли жить духовно? «Неужели вы не понимаете, – отвечаю им я, – пишет старец, – что в разнице характера вкроется божественная гармония? Разные характеры слагаются в гармонию. Представь, если бы и у тебя, и у твоей жены были бы одинаковые характеры. Да, боже упаси! Представь, что бы было, если бы, к примеру, и ты, и твоя жена легко приходили бы в негодование. Вы бы не оставили от вашего дома камня на камне. А если бы у обоих супругов были одинаково мягкие и кроткие характеры, да вы бы спали на ходу, если бы ни у тебя, ни у твоей жены нельзя было зимой выпросить снега, то вы бы, конечно, подходили друг к другу, но и пошли бы оба в адскую муку. А если бы вы оба были расточительными? Разве вы смогли бы вести домашнее хозяйство? Вы бы пустили ваше состояние на ветер, а дети остались бы под открытым небом. Если тяжелый, своенравный человек найдет и жену себе подстать, такую, что хоть кол ей на голове тиши, а она будет делать по-своему, то они точно друг другу подойдут. Разве не так? Однако через день совместной жизни они вцепятся друг другу в волосы. Потому смотри, как все устраивает Бог. Он сделает так, чтобы хороший, добрый человек вступил в брак со строптивым, и тогда второй из супругов сможет получить помощь, потому что изначально он мог бы быть расположен по-доброму, но в молодом возрасте мог увлечься злым. Небольшая разница в характерах супругов помогает создать гармоничную семью, потому что один из супругов дополняет другого. В автомобиле необходимы обе педали и газ для того, чтобы ехать, и тормоз, чтобы вовремя остановиться. Если бы у машины был один тормоз, она не двигалась бы с места, а если бы имелся только акселератор, то она не могла бы остановиться. Вы оба на одну ногу, сказал я одной супружеской чете, и поэтому друг другу не подходите. Оба этих человека были очень впечатлительными. Если у них дома что-то случалось, то оба бросали по воде и начинали причитать. Ой, какая же с нами случилась напасть, причитает муж. Ох, что же за горюшка горькая, всхлипывает жена. То есть один супруг помогает, в кавычках, другому впасть в еще большее отчаяние. Муж не может подбодрить жену и сказать ей, постой-ка, да ведь то, что с нами произошло, не так уж и серьезно. Я видел такое во многих семьях. Имея разные характеры, супруги могли большего достичь в воспитании детей. Один из супругов станет их немножко притормаживать, а другой будет говорить, ну дай ты детям немножко свободы. Если и муж, и жена закрутят все гайки своим детям, то потеряют их. Но они потеряют детей в том случае, если оба будут позволять им делать, что вздумается. Если же мать и отец обладают разными характерами, то дети их пребывают в равновесии. Ну, собственно, читать можно и дальше, но, кажется, на сегодня тему для размышления мы с вами нашли. Берегите себя, читайте хорошую литературу и возвращайтесь завтра в православные.